В первом случае с пожилой женщиной они якобы сняли порчу, проводили обряд. Пенсионерка отдала им все свои сбережения, еще и заняла 77 тысяч у соседей. Злоумышленницы завернули деньги в платок и положили в шкаф. Позже пожилая женщина обнаружила, что в платок были завернуты листы газеты. Второй жертвой обманщиц стала 88-летняя Рембуженко. Для нее они придумали другую причину, чтобы пожилая женщина показала свои накопления. Полицейским пострадавшая пенсионерка рассказала, как познакомилась с предприимчивыми дамами. Была на улице, они подъехали в черном гуляне. Говорят, что мы проверяем, и будет менять деньги, и будет большая очередь, чтобы оформить, чтобы быстрее променяли. Вот давайте мы оформим. Ну я поверила, вытащила сюда вот это, где они у меня хранились. Вот, ну он посчитал сколько, а я как-то отвернулась, наверное, расписаться там, что-то я расписала. Вы не беспокойтесь, вы не будете беспокоить, мы оформили все, что все будет нормально. И ушли тут же. Я стала считать, смотри, что-то у меня не такие вроде. Пошла на почту, они говорят, да к этому деньги, говорит, это, значит, это фальшивка. Злоумышленницы поменяли деньги пенсионерке на билеты банка приколов, а забрали настоящие 128 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, добавляют в полиции. Розыск женщин продолжается. Свободы за свои деяния они могут лишиться на срок до 6 лет. Всем, кто обладает какой-то информацией о местонахождении подозреваемых, просьба позвонить по телефону, который указан на экране, или по телефону 02.